Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Дух Святой положил мне на сердце поговорить об идеальном шторме, ожидающем Америку в этом 20-м году. Третья книга «Царств», 18 глава, 21 стих, рассказывает об Израиле, о времен Ильи. Послушайте внимательно. Мне кажется, это описание Америки, разделившейся ровно пополам. Половина считает себя прогрессивными или умеренными либералами, половина считает себя умеренными или не очень консерваторами. Когда какой-то политик обещает объединить страну, это неправда. Дело не в негативном настрое. Сейчас объясню. Когда вы говорите, что лишить жизни младенца это законно и вполне нормальным, я никогда не соглашусь. Когда вы высмеиваете традиционный брак, я с вами не соглашусь. Политики. Когда вы осуждаете людей, но сами ничем не отличаетесь, я вас не поддержу. Мы не придем к согласию. А вот что пишет Илья. И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. Начнем с 70-го года и вспомним о разрушении храма. Римские легионы провели стены и врата Иерусалима. Несколько лет и месяцев целые семь еврейских бунтарей, мужчины, женщины, дети, жили в стенах Иерусалима. У них скопилось достаточно зерна, чтобы прожить несколько лет. Но однажды амбар с зерном сгорел. Хлеба не стало. Семьи настолько голодали, что варили суп из своей обуви и ели его. Им оставалось есть только салон. Когда Тит, римский генерал, устроивший осаду, случайно наткнулся на мужской туалет, он не увидел там ничего, кроме салона. Он понял, что у людей нет сил. Нет белка, нет энергии. Люди питались только соломой, поэтому можно захватить город и полностью его уничтожить. Что касается храма, Иосиф Флавий писал, что людей убивали в таких количествах, что тела заполонили всю храмовую платформу. Крови было столько, что она текла, как вода. Храм разрушили, а пламя потушили. Оказалось, что золото храма расплавилось и стекло по стенам. Римляне собрали все камни вокруг храма, чтобы счистить золото и взять его с собой, как добычу. Иисус говорил, не останется здесь камня на камне. Город был в руинах и пепле. Запомните эти слова. Иосиф писал, что в то время погибло больше миллиона человек. Большинство ученых говорят, что эта цифра преувеличена. Возможно, однако 97 тысяч евреев были взяты в рабство и отвезены на кораблях в Рим, а затем в другие точки мира. В Риме до сих пор сохранилась арка Тита. Ей более 900 лет. На ней выгравированы рабы-евреи, которые идут из Иерусалима в Рим. Вы видите на этой арке минор, стол хлеба в предложение и серебряные трубы. Когда евреи шествовали по улицам Рима, над ними смеялись и воздавали честь лже-богам за поражение еврейского бога. Но затем произошло что-то странное. 79-й год нашей эры, а в Южной Италии стояла большая гора под названием Везувия. Люди, жившие рядом с ним, даже не подозревали, что это вулкан, поскольку у него давно не было извержений. Рядом с вулканом располагался город Помпеи. Это был второй повеличение римский город после самого Рима. Помпеи был городом удовольствия. Люди ехали туда, когда им хотелось плотских развлечений. В Помпеях были огромные портели, а в общей сложности их было 35. Во время тура по городу гид предупредил нас, «Не впускайте детей, им не нужно видеть то, что внутри». Если взрослые хотят зайти внутрь, я все расскажу. Он впустил нас в бордель, на стенах которого были изображены все возможные виды сексуальных актов. Человек просто показывал на тот или иной рисунок и говорил «хочу так или вот так», и платил деньги. Я говорю об этом, потому что это важная деталь. Это было место оргии, пьянства и извращений. Однако в 79-м году с Помпеями что-то случилось. Они были разрушены из-за горы Везумий. Когда началось извержение, огонь, лава, пепел и газ сошли так внезапно, что люди не смогли спастись. Многие хотели уплыть на кораблях, как это показано в фильме, но все произошло так быстро, что 2000 человек просто были погребены под пеплом. Эту фотографию я сделал в Помпеях. Во время раскопок, проведенных много лет назад, было обнаружено много людей, собак со скрюченными ногами и даже беременная женщина, обхватившая свой живот. Ученые мумифицировали останки людей, чтобы показать, как погибали люди, задыхаясь от газа с горы Везумий. И вот что интересно. Название Везумий родилось от слова «вулкан». Вулкан был богом огня и металла. А к чему я веду? В 70-м году римляне уничтожили храм. Девять лет спустя уничтожены Помпеи. Второй по величине римский город. Почему я об этом говорю? Угадайте, когда был разрушен Иерусалим по еврейскому календарю? 9 ава, самой траурной даты еврейского календаря. Угадайте, какого числа 9 лет спустя были уничтожены Помпеи? 9 ава на город сошел огонь, лава и молния. Послушайте внимательно. В Помпеях было 4 храма 4 божества. И все они были полностью уничтожены. Тот, кто выжил, вероятно, вернулся в Помпеи забрать какие-то вещи и нашел время написать что-то на стене. Это страшно. Последние слова надписи «Содом и Гаморра». Эти люди знали историю из 19 главы Бутия, когда Бог из-за беззакония города пролил свой огонь и сжег «Содом и Гаморру» дотла. И подумали, теперь мы стали «Содомом и Гаморрой» и видим повторение Божьего суда. Есть закон Божий, который американцам, если они не христиане и не читают Библию, не понимают. Когда мы говорим об этом людям, над нами обычно смеются. Закон таков. Согласно 15 главе Бутия и книге Откровения, суд приходит, когда чаша беззакония переполняется, а люди отказываются каяться. В Иорданской долине, в Галилее, есть город Байт-Шиан. Посетив его в рамках ежегодного тура, вы увидите подтверждение. Сейчас колонны на улице города установлены на место. Однако, когда их только обнаружили, они лежали на земле в одном направлении. Однажды меня привезли в Байт-Шиан и спросили, а знаете, что мы нашли под колоннами? Скелет человека с золотыми монетами в руке. Когда началось землетрясение, он побежал в храм, схватил монеты и тут же был расплющен многотонной колонной. Он пролежал там более тысячи лет. Книга Откровения рассказывает о тайне Вавилона, городе, в котором сидит женщина с золотой чашей, упоенная кровью святых. Однако Бог совершил свой суд из-за пролития невинной крови. Говоря о Вавилоне, вспомним Даниила и царя Новохудоносора. Который увидел руку, пишущую на стене. В книге Даниила сказано, что рука писала на стене напротив лампады. Хотите знать, что это была за лампада? Это была минора из храма. Написано, что царь пил из сосудов, вынесенных из храма. В ночь, когда он, насмехаясь над Богом Авраама, Исаака и Иакова, взял священные сосуды, пил из них и творил беззаконие, в ту же ночь он был свергнут рукой Бога. Хочу кое-что сказать американцам. Можете надо мной смеяться, но в Вашингтоне Божья рука напишет на здании Капитолия во имя Иисуса. Будьте готовы услышать это, услышать то, что Он вам скажет. Согласно записям Иосифа, перед разрушением храма в 70-м году были небесные знамени. Одно из странных знамений произошло между 66-м и 69-м годом. Очевидец Иосиф писал, чтобы открыть и закрыть двери внутреннего двора, требовалось 20 человек. Однажды ночью эти ворота открылись и закрылись сами по себе. Тогда священник услышал голос, «Отойдем отсюда». Иосиф писал, что это событие интерпретировали двояко. Одни говорили, «Это прекрасно. Бог закрыл двери от римлян, от врагов. Это знамение. Отойдем отсюда? Значит, мы будем защищены от врага, который отойдет от нас». Мудрецы говорили, «Это не так. То, что произошло, означает, что Бог оставил храм». Он сказал, «Мы уходим из вашего храма, а нас ожидает опустошение и разрушение». Теперь у меня есть предложение. Я отойду от темы Иерусалима, Помпеи, Бейтшиана, в Израиле и Вавилон. Прежде чем перейти к самой сути послания о 20-м годе, я хочу задать вам вопрос, почему одни страны на планете кажутся благословленными, а другие живут в крайней нищете? Расскажу о Гаите, поскольку кое-что о ней знаю. Поехав на Карибы и заглянув на каждый остров, вы увидите людей, которые благословлены и процветают. Приехав на Гаите, вы увидите, что со страной что-то не так. Много лет назад, миссионер, который прожил там 20 лет, рассказал мне, что случилось с Гаитой. Страна была под контролем французов. Население состояло из французов и африканцев, многие из которых приехали в Гаите, чтобы надолго там обосноваться. Но они так ненавидели французов, что много лет назад решили отдать свой остров дьяволу. Они посвятили страну сатане и увлеклись Вуду. Это была смесь разных культов. Насколько сильны Вуду? Когда я был в гостях у этого миссионера, он сказал, «Перри, когда я жил на Гаите, лидером страны был Папа Док». Папа Док очень увлекался Вуду. Когда Джон Кеннеди устроил Гаите морскую блокаду, Папа Док стал очень странным. Он не выходил на публику, опасаясь духов и демонов. Но однажды в ноябре показался на людях. Он ощущал свободу и защиту. Именно в тот период он сделал куклу президента Джона Кеннеди и воткнул ей в затылок иголки. Он доказал бесовскому духу найти того, кто убьет Кеннеди. В тот день, когда Папа Док наконец вышел из своего дворца, Джон Кеннеди был застрелен в Далласе. Об этом можно долго говорить, но я расскажу о крайней нищете. Однажды этот миссионер задал Богу вопрос. Должен сказать о проклятиях Вуду. Вы можете не переживать об этом, когда вы под защитой Иисуса и живете для Бога. То, что люди просто ходят в церковь, даже на причастие, не значит, что они рождены свыше. Вы хорошо это знаете. Такое бывает даже в протестантских церквях. Так вот, однажды миссионер спросил Бога, почему в этой стране такая нищета? И сейчас вы услышите фразу, которую вам нужно запомнить. С нее и начинается суть послания. Я процитирую миссионера. Бог не благословит людей против их воли. Может быть, нужно опубликовать эти слова в соцсетях? Чтобы началась шумиха, Бог не благословит людей против их воли. Это значит, если вы сделали выбор, плохой выбор, Бог не благословит вас поверх этого выбора. Теперь я лучше понимаю положение США. Сейчас мы перейдем к основным моментам. Я понимаю, что, выпустив их фестиваль Манны, пожну противостояние некоторых людей. Но меня зовут Перри, любитель полемики с Толом. Если вы еще не знали, вот что я хочу сказать. У Америки есть две стороны. Консерваторы, умеренные и не очень, и либералы, порой слишком радикальные. У либералов есть своя религия. Совсем скоро я докажу вам, что это религия. Они верят, что они призваны стать спасителями планеты. Проблема в том, что они не используют практические идеи, с которыми я согласен. Идеи о мусоре, пластике, воздухе и воде. Это практические вопросы, с которыми мы все должны быть согласны, поскольку любим то, что дал нам Бог, и заботимся об этом. Идеи либералов очень радикальны. Например, они останавливают строительство дороги, затрачивая миллионы долларов на то, чтобы обойти участок, на котором обнаружили семью черепах, однако готовы убить ребенка. Они заявляют, что ребенка можно убить до рождения и даже после. Могу ли я сказать, что если бы радикальные либералы жили во времена динозавров, было бы страшно, потому что никто не мог бы столкнуться с динозавром, не заработав себе проблем. Возможно, наши предки ели мясо динозавров. Вместо этого динозавры ели бы на обед вас. Шведский профессор недавно заявил, чтобы спасти нашу планету, нужно задуматься о поедании людей. Один кандидат президента тоже как-то заявил, что в первый же свой рабочий день наложит запрет на все привычные виды топлива. Если вы не знаете, топливо это то, чем заправляют автомобили. Если это случится, нам вновь придется ездить на лошадях, но знаете, лошади и коровы тоже вырабатывают газы. Вы не слышали его следующее заявление? Нужно избавиться от коров, которые являются источником газов по всей планете и вредят атмосфере. Скажу так, подобная глупость может уничтожить экономику страны за один год. Если вы следите за ходом моей мысли, скажите, пожалуйста, да. Если бы эти прогрессивные, радикальные либералы жили в библейские времена, вы бы увидели их заголовки в газетах того времени. Первый заголовок о переходе к Красному морю. Готовы? Болото истоптаны забастовщиками. Ультраправые утопили преследовавших их экологов в Красном море. Примерно так. Если бы ультралевые жили в библейские времена, мы бы увидели статью о том, что Давид убил Голиафа. Она называлась бы примерно так. Давид убил Голиафа. Преступление на почве ненависти. Чемпион убит. Опасность. Религиозные фанатики бросаются камнями. Если бы ультралевые жили в библейские времена, то заголовок об Илье на горе Кормил не рассказал бы о Боге. Огонь привел ультраправых в выступление. Илья убил на Кормиле сотни человек, пока на знаменитой горе бушевало пламя. Или еще хуже, если бы при рождении Христа жили прогрессивные либералы, в газете было бы написано примерно следующее. Пара выгнала животных из хлева. Разгневанные защитники прав животных угрожают искам бездушной семье Вифлееми, которая сделала это из-за нехватки мест в гостиницах. И это еще не все. Если бы левые либералы жили во времена, когда Лазаря воскресили из мертвых, заголовки газет звучали бы примерно так. Проповедник-фундаменталист выскоресил труп. Чтение завещания Лазаря отложено. Это произошло из-за вмешательства проповедника-консерватора. Если бы ультралевые жили в то время, когда Иисус накормил пять тысяч, и сделал он это при помощи бесплатного обеда, заголовок звучал бы так. «Управление по санитарному надзору проверяет безопасность массовой программы питания». Рыба и хлеб, предложенные пяти тысячам участников местного религиозного собрания, не были правильно приготовлены и одобрены управлением. Если бы ультралевые жили тогда, когда Петр нашел монету. Вы помните эту историю? Он нашел монету во рту у рыбы. Они бы написали, администрация требует у Петра долю сокровищ. Власти города требуют, чтобы Петр отдал долю богатства, найденного в округе Галилея. И, наконец, огненная печь, выпущен опасный углерод. Троим предъявлено обвинение. Печь незаконно раскалена в семь раз сильнее, чем рекомендовано законом. Да, это смешно, но вы, как и я, знаете, если бы прогрессивные либералы жили в те времена, заголовки звучали бы именно так. Кто-нибудь согласен со мной? Ну, а теперь о новой религии. Я хочу обратиться к истории Изавель и показать пять вещей, о которых я никогда не учил. Я покажу нечто созвучное нашему временем, смешное и шокирующее одновременно. Новая религия в Соединенных Штатах — это климатическая армия. Я прочел 96 докладов, согласно которым Флорида должна полностью уйти под воду. Огромные айсберги должны растаять и уничтожить все побережья. Дождь должен полностью прекратиться, снега тоже не будет. Кстати, на прошлой неделе в штате Монтана выпал метровый слой снега. Но вот к чему я веду. Не пропустите. Во времена Ильи, Ахава, Изавели и Елисея, да и во всем Ветхом Завете, люди поклонялись Ваалу. На юге США мы называем его Бэйл. Ваал был идолом, которому поклонялись евреи. Народы пришельцев и окружающие страну народы, веря, что он, внимание, может управлять климатом, вместо того, чтобы верить в Бога, сотворившего солнце, луну и звезды, который управляет периодами дождя и засухи, «Если вы живете правильно, написано, что дождь придет в свое время, а если нет, Бог удержит дождь». Вместо того, чтобы верить в то, что сказал Бог, люди верили, что климатом управляет Ваал. Они молились и приносили ему жертвы, чтобы климат был благоприятным и земля приносила плоды. Однако в те времена жил человек по имени Илья, пророк. Он придет в последнее время. Запомните это. В книге Малахии 4 главе 5 стихе сказано, «Я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». И вот главное, с кем в свое время столкнулся Илья? С Ахавом и Иезавелью. Об Иезавеле говорит даже четвертая книга царств. Когда Ахав был убит, она по-прежнему была жива. С кем столкнулся Илья? С Ахавом и Иезавелью. Если Илья в свое время столкнулся с ними, я полагаю, что дух Ильи, который находится сегодня на земле и несет пробуждение, столкнется с выпущенным духом Ахава и Иезавеля. Я говорю вовсе не о духе тела, то есть об отношении и образе мыслей. Я покажу вам параллели, которые вас очень удивят. Покажу, как Иезавель совершила зеленую сделку. Я рад сообщить, что вы уже можете заказать в аудио или видеоформате запись международной конференции под шатром 2019 года. Название моей первой проповеди божества на суде. Служение Христа было по сути атакой на греческих и римских лжебогов. А вы увидите, как Христос посмеялся над божествами Янусом, Кастером, Полоксом, Аидом и Никой. После этих проповедей мы слышали много историй о чудесах и многие люди откликнулись на призыв к алтарю. Вторая проповедь «Смущение в пророческом лагере Америки». Я разоблачаю четыре взгляда, которые сейчас распространяют. Вера в то, что Вознесение Церкви это ложная доктрина. Вера в то, что Антихрист уже пришел. Вера в то, что Скорб уже прошла. И также учение о том, что мы находимся в первой половине Скорбе. Я разоблачаю эти заблуждения. Я верю, что пророческая информация, которую вы услышите в этих проповедях, поможет вам понимать времена, в которые мы живем. После этого я проповедовал о пророческом значении 2020 и 5780, то есть еврейского нового года. Я взял языческий и еврейский новый год и использовал еврейский алфавит, чтобы смело предсказать основные важные темы на ближайшие 12 месяцев. Согласно правилам еврейской герминевтики, этот год соответствует бытию 48-й главе и 2-й главе книги Иаиля. Этот метод успешно применяется с 12-го года и он показал точные результаты. Поэтому мы заранее смогли увидеть, что ждет нас в 2020 году. Совершенный шторм в Америке в 2020 году. Пять параллелей Америки сегодня с жизнью Иезаверием. Как повторяется древняя история, включая дух Ваала. Сейчас это новая религия изменения климата. Узнайте историческую разницу между социализмом и капитализмом и услышьте слово о будущем Америки. А также три вещи на земле, которые не победить атеистам и радикалам. Затем, что говорит Библия о браке, разводе и повторном браке. Исследуя библейские еврейские термины, я объясняю Божий план для брака. Я показал, что до того, как был дан закон, у Моисея было две жены. Я подробно рассматриваю противоречивые учения Христа о Павле, о разводе и повторном браке. Также Джона Киллпатрика и Рона Каппентера. Каждый из них проповедовал важное динамичное послание. За ваше пожертвование мы вышлем вам прекрасный набор аудиопроповедей. Для заказов пишите нам и звоните и заходите на сайт, адрес которого на экране. К сожалению, у меня нет достаточно эфирного времени, чтобы поделиться с вами всем тем, что я хотел бы вам рассказать. Из получасовой программы по сути самой проповеди 20,5 минут. Именно поэтому мы предлагаем вам приобретать наши материалы и ресурсы. Закажите себе проповеди с нашей конференции прошлого года. Это была потрясающая конференция. Порой меня спрашивают, что может сделать служение по-настоящему хорошим. Я вспоминаю слова Павла, когда он говорил о дарах. Он говорил, что это должен быть дар, который в данное время является наиболее актуальным. Если в зале собраны люди, страдающие от болезней, то для них пророчество не стоит на первом месте. Им нужно служение полной силы для чудес и исцеления. А если в зале люди, которым важно узнать волю Божию для их жизни, то их интересуют не только чудеса исцеления. Они нуждаются в слове знания и в слове мудрости. Я также хотел бы объяснить вам разницу между тем, что называется проповедью о пророчествах и пророческим посланием. Первое, это когда непосредственно идет речь о каком-то библейском пророчестве. Послание — это передача того, что сейчас говорит Бог и что Он говорит о будущем. И это не обязательно связано с каким-то библейским предсказанием. Я называю это актуальным словом от Бога. Хочу, чтобы вы знали, что цель программы Манафест не в том, чтобы принести вам какое-то короткое послание, но принести вам актуальное слово от Бога на данный период времени. Мы транслируем проповеди из наших туров и также из студии. Мы с самого начала знаем, на каком моменте нам придется прервать проповедь. На конференции, к примеру, проповеди длятся примерно 70 минут, а вы же получаете где-то 22 минуты сокращенную версию послания. Это отвечает на следующий вопрос, который мне часто задают. Зачем вы вырезаете фрагменты из проповеди? Отвечаю, эти программы транслируются в самых разных уголках планеты. Эти программы смотрят в странах бывшего Советского Союза, Израиля, на Среднем Востоке, Индии, Индонезии. Как сказал Иисус, мы должны быть мудры как змеи и просты как голуби. Такова наша стратегия. Субтитры создавал DimaTorzok